Творческая молодежь Ленинского района в этом году отмечает сразу несколько круглых дат. 1150 лет славянской письменности, 10 лет областному фестивалю творчества, 20 – районному конкурсу «Веснушка» и 25-й день рождения Центра детского творчества «Импульс». Видно, в преддверии Дня памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на государственном уровне этот праздник носит название «День славянской письменности и культуры» состоялся большой праздник. Разделить радость с жителями района приехали мастера со всего Подмосковья. 23 мая с самого утра на площадке около кинотеатра «Искра» царило необычное оживление. Московский областной традиционный конкурс «Фестиваль творчества», проходивший в 10 раз, собрал участников со всего региона. По заявкам, это порядка 30 территорий Московской области. Заявили 140 мастер-классов, которые будут давать дети. Это много. По сравнению с прошлым годом, это на 30 мастер-классов побольше. Пока одни только оформляли выставки, другие уже показывали мастер-класс. Каждый мог прямо здесь, под открытым небом, научиться плести, вырезать, расписывать, вязать, вышивать. Егор приехал из Венигорода. В этот день он обучал гостей фестиваля «Азам мокрого валяния». Сейчас эта техника изготовления предметов интерьера, аксессуаров очень популярна. Из шерсти можно свалять сумки, картины, тапки. Самое главное здесь правильно разложить шерсть, чтобы каждый новый слой лежал под другим углом, нежели предыдущий. Слои получатся плотные, не будет разрывов. На самом деле, этот вид рукоделия известен людям много сотен, а то и тысяч лет. Наши предки умели создавать удивительные вещи из того, что было под рукой. К примеру, русские женщины мастерили куклу-малышок за несколько минут. Сегодня под чутким руководством педагогов подрастающее поколение готово сделать что угодно. На выставке можно было увидеть авторские работы из дерева, картины, традиционные народные игрушки, поделки из природного материала и украшения из бисера. Всего не перечислить. Юные таланты Москвы приехали каждый со своей идеей, со своей задумкой. Любой желающий здесь мог найти для себя что-то интересное. Мне, например, понравилась вот эта вот корзина с цветами. Весь фокус в том, что цветы необыкновенные, они с сюрпризом. Для того, чтобы сделать цветочки, нам надо конфету на проволоке и лепесточек. Мы конфету прячем в плотную гофрюрную бумагу и потом обматываем мягкой гофрюрной бумагой саму эту, чтобы не видно было хвостик. Делиться опытом, перенимать друг у друга новые методы и наработки – одна из задач участников фестиваля творчества. Об этом говорила в своем приветственном слове Ольга Титова. Ребята, расширяя свой кругозор, наполняя свою душу, в результате умеют делать руками. И вот они эти составляющие или как ключи к успеху общим. Не только рукоделие, но и любое творчество ведет к успеху. Подтверждением тому стал большой галоконцерт победителей районного конкурса «Веснушка». Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.